здравствуйте рада приветствовать вас на нашем канале не скучно жить и сегодня у нас с вами квест вот смотрите допустим у нас есть 1000 лир и давайте посмотрим что на эту тысячу лир можно купить и в каком количестве ну и потом сами решите для себя дорого здесь жить или нет я себе написала список чтобы ничего лишнего не на покупать и сейчас иду сначала наверное зайду в бим потом мегрос сечь и домой так но я потихонечку уже затарилась и в магазине шо кто спрашивал где купить розовую воду она сейчас продается по 9 лир так что кому надо забегайте и покупайте ну все вроде затарилась по полной сейчас приду обязательно расскажу сколько я потратила ну пока у меня осталось наверно еще лет 50 от 1000 лет этого объема еды нам хватит наверно недели на две нотки причем я же говорил что мы сейчас почему-то в основном на овощи налегаем не знаю ну и купил немножко морепродуктов может быть даже покажу как денисов будет готовить жалко что я не взяла с собой наличку сейчас еще раз вам покажу где можно купить бананы и очень вкусные авокадо их дедушка продает собирает в своем саду поэтому это все натуральное ничем не обработанное но я действительно от души советую именно у этого дедушки покупать потому что авокадо там очень вкусный иду и думаю я что-то понять не могу живем на берегу моря до морепродукты такие дорогие но сейчас приду расскажу сколько что стоило у меня единственное может быть конечно у нас в россии уже тоже цены намного выросли ну я немножко шоке от цен на рыб еще хочу все как-нибудь съездить в порт с утра даже можно на вельки опять же тяжело нести надо владение с собой брать в порт съездить на велосипеде и там говорят но это рано-рано надо ехать и там рыбаки привозят рыбку представляете она свежевыловленная какая она вкусная понятно что и тут не замороженная в мегросе вот ну хочется туда съездить и прямо них купить рыбки так вот смотрите алара парк детская площадка как переходим быстренько дорогу чтобы нас не задавили и тут вот дедушка продает так у него еще поезд клубника лимоны бананы авокадо уже все меньше и меньше становится так почему авокадо у него сейчас 25 лишь а я свое время по 15 покупала ну прям вкусные вкусные ближайшее время еще схожу на рынок посмотрю что там с ценами у нас сегодня проехала километра 20 на велосипеде прошла уже 8 300 шагов это еще не вечер сейчас только четыре часа дня так что может быть десяточку еще нахожу не знаю завтра смогу ходить или нет потому что у меня в задумке кое-куда сходить и кое-что вам еще показать ну я сначала хотел сразу зайти в овощную лавку она через дорогу у нас потом решила сначала сумочку домой занесу а потом сбегаю покажу какой хлеб там покупаю понятно что это далеко не бородинский ну хоть немножко приближен к этому но в овощную лавку с у нас собралась червонка за 1 погулять даже надоело дома сидеть дадим и тирона соскучилась вот такая вот у нас здесь овощная лавка есть вообще все сейчас приду домой покажу что купила купила на 47 мир хлебушек стоит здесь 1250 чему-ка пойдем гулять и чего пошли у хорошего пойдем пойдем у зейте хлебушек аж горячий ну сюда надо приходить после часа его как раз вот в час в час 10 привозят смотрите что она здесь зацветает тутовник уже совсем поспел на этом дереве я поближе подойдем червонка покажу уже черный-черный а кто с нами давно помните на противоположной стороне тоже рост тутовник шелковица и там был белый тутовник но его уже спилили наверно года полтора назад его больше нет банана вон у нас все на прежнем уровне хотя у некоторых зеленые листочки проклевываются но то конечно вид удручающий все домой нагулялась что-то быстро чаще регуляю думаю что я не купила скумбрию засолить с другой стороны понимаю что вообще не хочу соленую скумбрию вот селедку ох я бы душу продала за нее селедку и сало а нет еще хочу творог простоквашина пятипроцентный и все принципе больше ничего такого не хочу пойдем домой пойдем куда-то собралась пошли туда гулять но все я уже дома и сейчас покажу что я купил на тысячу лет в тысячу лир я уложилась на российские деньги это примерно 4000 рублей поехали сыр брала по акции вот этот сыр и творожный сыр у меня вышел 86 лир так в игре себя взяла значит рыбку дораду не сразу сделали филе всегда прошу потому что одну я жарю а вторую замораживаю и у меня получается на два приема пищи 53 лиры стоила она значит 119 90 так дальше поехали взяла полкило креветок очень не хотелось сейчас денис их будет готовить так и кальмары кальмары мне прям сразу там почистили тоже это все бесплатно значит креветки у меня выше 141 лирокарн кальмары 54 лиры в овощной лавке я купила я говорю мы что-то потели на овощи и фрукты цветную капусту и перчика красных один лимон к рыбке и вот такой вот хлебушек Сейчас как раз больше будем есть. Понятно, хотелось бы кусочек сала еще. Ну, обойдемся хлебом и луком. Так, это у меня вышло в овощной лавке на 49 лир. Потом я в биме взяла, значит, перец. Это я буду фаршировать курочку. Две упаковки фарша. Две упаковки крылышек. Очень вкусные в панировке. И так в духовке запекать. И беру говядину. Всегда говорю, что беру именно с красной полоской. Она вкусная получается. Все это у меня вышло на 533 лиры. Еще забыла показать, что я в Мигросе купила червонки. Вот такие вот палочки. Она их очень любит. Сейчас только увидела, что я из сумки достаю. Все, сидит, ждет рядышком со мной, когда я ей отдам. Вот такой вот объем продуктов у меня получился на 1000 лир. Понятно, что вот этого нам всего точно хватит недели на 3. Единственное, надо будет докупить овощей, яйца. Ну и, пожалуй, все. Так что смотрите, что вам еще надо докупить. И напишите, пожалуйста, в комментариях. В своем городе вы такой объем продуктов купите на 4000? Или у вас дешевле? Или дороже? Жду ваших комментариев. А я желаю вам всем хорошего дня. Берегите себя. Герыша Рус, друзья.